МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Бийске начнется отопительный сезон. Помидорки, лук, картофель. Почем овощи на ярмарке? И почему, прежде чем покупать, лучше изучить ценники? Вполне обычная картина. И с каким диким зверем на этот раз столкнулись бийчане? Отопительный сезон в Бийске начнется уже на этой неделе. В четверг, 21 сентября, немного раньше обычного в жилые дома, школы, детские сады, больницы и другие объекты соцкульт-быта начнет поступать тепло. О готовности сегодня говорили в городской мэрии. Подводя итоги заседания, можно сказать, что бийск зиме готов на 100%. В связи с возможным похолоданием, исполняющий обязанности главы администрации Александр Студеникин подписал распоряжение о начале отопительного сезона. Тепло в учреждения и дома бийча начнут поступать 21 сентября. Отметим, что все ресурсоснабжающие компании к осенне-зимнему периоду подготовлены. Были проведены плановые ремонтные работы на тепловых сетях. В том числе это касается и заречной части города. Проблем с запасами топлива тоже нет. Это подтвердили руководители компании «Бийск Энерго» и «Теплоэнергогаза». На сегодняшний день обеспечены топливом выше нормативов и углевым, и растопочным топливом, мазутом. Насосное оборудование и теплоэнергии, оборудование, скажем так, более установок, ремонтом все пройдено. Не вижу никаких причин для каких-то сбоев в прохождении осенне-зимнего периода. Все работы, которые были намечены, проведены в полном объеме, то есть 100% и по ремонту тепловых сетей, и по ремонту основного оборудования. По запасам топлива на сегодняшнюю дату у нас запас топлива 10 870 тонн, что составляет 126%. Отопительный сезон в этом году начнется раньше почти на две недели. Уже сейчас некоторые бичане разбились на два лагеря. Одни замерзают, другим наоборот жарко. Еще не стоит забывать о больницах и детских садах. Кстати, уже не первый год БИСК «Энерготеплотранзит» практикует подачу тепла по заявке. Напомним, что если вы не хотите, чтобы в вашем доме было тепло, вы можете написать заявление, ресурсоснабжающее компанию. Главное решение о переносе отопительного сезона нужно принимать на общедомовом собрании. Кроме того, на доме нужно, чтобы было установлено специальное оборудование. Несколько районов БИСКа почти на сутки останутся без горячей воды. Завтра, 20 сентября, с половины девятого утра до 10 часов вечера воды не будет в 23 микрорайоне табачной фабрики и в районе Старого центра. Это связано с тем, что теплоэнергетики будут проводить плановые ремонтные работы. Информационная программа «Будни» мы продолжаем. Без замечаний не обошлось. В БИСКе завершается реализация проекта формирования комфортной городской среды. Сейчас полным ходом идет предварительное обследование дворов, где благоустроительные работы дорожники выполнили в полном объеме. Уже на следующей неделе объекты будут проверять комиссии. В случае положительного заключения будут подписаны документы о выполнении контракта. Недочета у нас особо сложности нет. Это при рекультивации, при демонтаже бордюрного камня было повреждено озеленение, оградительные какие-то элементы. Замазка швов на радиусах у бордюров не была произведена. Мелочи, недостатки у него всегда есть. Просто в рамках контракта это не предусмотрено, но для эстетического вида по решению коллегии было принято решение, что эти недочеты надо устранить в рамках исполнения контракта. Я думаю, что все у нас получится, все будет сделано. В Бийске реализация программы формирования комфортной городской среды началась с середины лета. Благоустройство дворов шло одновременно в разных частях города. Этим занимались шесть субподрядных организаций. А вот генеральный подрядчик Юго-Восточной ДСУ. Напомню, что в рамках проекта в этом году облик поменяли 88 бийских дворов. Общая цена контракта на благоустройство дворовых территорий 88 миллионов рублей. Работы включали в себя ремонт междворовых проездов, замену лавочек и по необходимости монтаж освещения. На один двор в зависимости от площади было потрачено от полумиллиона до двух с половиной миллионов рублей. На сегодняшний день около 80% объектов полностью готовы. Сейчас качество работ проверяет генподрядчик и представители управляющих компаний. В случае необходимости у дорожников будет несколько дней на устранение недочетов. До октября все дворы должны пройти комиссионную проверку. При формировании программы «Современная городская среда» это все-таки был февраль-март месяц, когда у нас с заинтересованными лицами сметная документация составлялась, когда еще у нас был снежный покров. То есть где-то сейчас некорректные объемы выявляются. И у нас с управляющими компанией совместно с подрядными организациями, с субподрядными организациями, также специалистами нашего управления корректируются данные объемы. Где-то мы объемы убираем со сметной стоимости, с чем какими-то работами добавляем. Вот такая достаточно большая работа ведется. У нас были очень сжатые сроки для сбора подписей. Жильцы, в общем-то, все откликнулись. Мы собрали больше половины подписей с нашего дома. Вот, ждали. Ой, ну какой у нас двор был. Практически вот такой, практически такой, какой вот сейчас вы видите. Потому что здесь асфальта было, по-моему, не было даже ни клочка асфальта. Это нам необходимо было. Бийские полицейские будут следить за порядком на Северном Кавказе. Сегодня сотрудники межмуниципального управления МВД России Бийская проводили своих коллег в очередную служебную командировку. Домой они вернутся уже в следующем году. Вы отправляетесь в составе сводного отряда от Алтайского края. Но прежде всего вы не должны забывать, что вы идете еще и представляете город Бийск. Будьте единой семьей, помогайте друг друга, уважайте друг друга. Как сказал начальник управления, нужно будет туда, там и обратно отобраться с честью и достоинством. Прежде всего это дисциплина. Вы все люди военные, все люди ответственные. Помните, что у вас дома есть семья, дети, родители, которые на вас надеются, из-за которых вы в ответе. Шестеро бийчан в составе сводного отряда Алтайской полиции в ближайшие полгода будут охранять общественный порядок на территории Чеченской республики. Торжественно проводить сотрудников пришли их коллеги, родные и близкие. Начальник межмуниципального управления МВД России Бийска Иван Языков, выступая с напустынными словами, выразил уверенность в том, что бийчане достойно выполнят поставленные перед ними служебные задачи, не уронят честь Алтайской полиции и вернутся живыми и невредимыми. Полковник полиции пообещал, что семьи сотрудников правоохранительных органов не останутся без внимания и будут получать всестороннюю поддержку со стороны коллег и руководства. Куратор правоохранительных органов от Русской Православной Церкви Иерей Дмитрий перед отправкой благословил полицейских, окропил их святой водой и пожелал успешного возвращения на родную землю. Добавим, что домой и служебные командировки бойцы вернутся в феврале следующего года. Овощи и фрукты в изобилии. В нашем городе работает сельскохозяйственная ярмарка. Для многих бичан, у которых этот сезон оказался неурожайным, и для тех, у кого нет и вовсе дачи, ярмарка – неплохой вариант, чтобы закупиться продуктами для семейного стола и заготовок на зиму. Каждый год площадь 9 января превращается в сельскохозяйственную ярмарку. Овощи, фрукты, ягоды. Купить можно все, что хочется. В основном, конечно, бичане приобретают картофель и лук. Берут, как правило, большими сетками. Ну, овощи сейчас по сезону. Потому что к зиме уже. Вот сейчас, смотрю, лук мне надо на зиму, так понемножечку домой маленькими сетками. Купаете? Своего сада нет? Или не уродил? Нету. Нету. Нету своей дачи сада нету. Поэтому приходится пользоваться. Но здесь все-таки подешевле, чем в магазине. У нас в огороде там много цветов, детская площадка. И как-то на картошку жалко тратить место. Мы там отдыхаем. Свою продукцию на мини-ярмарке представляют как частные лица, так и крупные сельхозпроизводители. Практически все овощи наши, местные, выращенные на алтайской земле. А вот фрукты привозные. Я дыньку купила. А сада нет своего? Нет, есть. Так, а почему тогда здесь покупаете? Не уродил? Да, нынче не уродил с такой погодой. Поражает политика ценообразования. На небольшом пятачке разбег стоимости довольно-таки ощутимый. Возьмем, к примеру, мешок картофеля. У одних он стоит 8 рублей 90 копеек за килограмм, а у других почти 12 рублей. Получается, что если брать 100 килограммов картофеля, то экономия достигает 300 рублей. Поэтому прежде чем совершить покупку, лучше пробежаться по рядам, тем более, что их не так много. Цена на лук варьируется от 19 до 25 рублей. Не обошлось на рынке и без бахчевых. Одинцовские арбузы продают по 13 рублей 90 копеек. Также бейчане к зиме запасаются медом и продуктами пчеловодства. Цветочный, таежный, горный и липовый мед будет стоить от 200 рублей за килограмм. Вот первый раз я беру участника. А сейчас подорожало, и я подешевле. Где подешевле, там уберу. А это уже рынок, который находится буквально через дорогу. Здесь такой бурной торговли нет. Возможно, что цены отсугивают. За килограмм спелых помидорок бабушки просят 60-70 рублей. За качество они отвечают. Никакими ускорителями роста свои овощи они не опрыскивают. Так что где покупать, решать вам. И помните, прежде чем отдать деньги за товар, обойдите прилавки и сравните цены. Алена Кисеева, Евгений Плохотин, Сергей Даровских. Дикие животные облюбовали биск. В начале сентября панику в нашем городе навел барсук. На этот раз общественный покой нарушил медведь. Зверя бича не обнаружили возле городского дворца культуры. Цирк уехал, а мишка остался. Очередное курьезное происшествие произошло накануне в Наукограде. В группе «Биск» типичной ВКонтакте появилась фотография, на которой запечатлен медвежонок. Пост сопровождала надпись «Ничего необычного, просто медведь возле ГДК». Как нам сообщила директор храма культуры Инна Рязанова, зверь хоть и без намордника, но был на привязи. Бдительные жители запечатлели животное, когда его выгуливали на выходных. В здании должно было пройти представление сочинского цирка. Однако билетов продали мало и поэтому шоу отменили. И, судя по всему, мишку просто вывели на прогулку. В настоящий момент цирк уже уехал из города. Как оказался? Привязан, просто в вязанку не видно. Едут и везут. И козы у нас тут, и львы, и кого только не бывает. И мельские крокодилы. Спонсор прогноза погоды – сварочный центр. Все для сварочных работ вы найдете именно здесь, в сварочном центре. Все для сварки. В большом ассортименте. Сварочные аппараты, проволока, резаки, редукторы, шланги, карбин, электроды. Сварочный центр. 45-25-56. И о погоде. Итак, завтра, 20 сентября, в Вийске будет облачно и дождливо. Ветер западный слабый. Атмосферное давление высокое. Влажность воздуха высокая утром и вечером. Магнитосфера спокойная. И о температуре ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 9, плюс 11 градусов. И это все новости на сегодня. Желаю вам приятного завершения этого дня и отличного настроения. Будьте здоровы и пусть в вашей душе всегда живет весна. Счастливо!